Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришли сразу 8 новеньких участников. 29-летняя Светлана Силаева пришла к Саймону Морданшину. 18-летняя Дарья Андреева к Иосифу Аганесяну. Ольга Жарикова пришла к Андрею Денисову. Девушка Андрея понравилась, он подарил ей букет роз и собирается строить с ней отношения. А по поводу Маши Кахно Денис сказал, что у него нет любви к ней, есть только привычка. К Виталию Малышеву пришли две девушки. Марина Джураева, ей 21 год, и Мария Агоева, ей 23 года. Все отметили, что Мария очень похожа на Нелли Ермолаеву. К Маргу Овсяниковой пришли три новеньких участника. Семен Кленов из Минска, Антон Гурский из Беларуси и Роман Мельников, друг Давида Анташвили. Роман Гриценко отказался строить отношения с Леной Хроминой. Он никак не может забыть об Ольге Бузовой, хотя он понимает, что упустил свой шанс. На острове любви появилась новая пара. Карина Пронина и Руслан Минаков решили жить вместе. Таня Мусульбес прокомментировала фото, которое опубликовал Алексей Купин. На самом деле она не стоит в обнимку с Давидом. Она просто не увидела, что Давид находится в такой позе. Она все так же в паре с Виктором Литвиновым, и у них все хорошо. Рому Капаклы пристыдили за попытки облапать грудь Лилии Читрару. Когда он разнимал дерущихся Лилию и Сергея Захарьяша, Тони упустил случай открыто потрогать девушку. Причем камеры сняли этот момент дважды. В сети ходят слухи о том, что на проект вернулся Саша Гобозов. После развода с Лианой Устиненко он так и не нашел свою единственную. А на проекте ему понравились сразу две участницы. Их имена он пока не называет. Лиза Триантофелиди провела выходной с бывшим другом Инесса Шевчук. Внук хабаровского министра Игорь Ишаев увидел Лизу по телевизору и пригласил ее на свидание. Молодые люди ходили на каток. Это выглядит очень странным, ведь в отношениях с чайщицам девушка до сих пор не поставила точку. В сети обсуждают стоп-кадры из сторис Вики Романец. На них отчетливо видны все недостатки Вики. Опухшее лицо, дряблая кожа и нездоровый цвет лица. Уже месяц Романец активно худеет и чистит организм от шлаков и токсинов. Глеб Жемчуков вышел на свободу после 15 суток в спецприемнике. Он водил машину в нетрезвом виде. Из-за этого произошло ДТП с участием нескольких машин. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok